ранее уже снимал видео о том как сделать строительный раствор на яйцах делается он из яичной скорлупы для этого нужно яичную скорлупу обжечь вначале сегодня хочу поговорить об одном из тех растворов которые можно использовать как замазку для печи ну можно по-другому еще называть такая холодная сварка для печи ну вначале нужно скорлупу которую я покрошил положил металлическую банку нужно ее обжечь обкладываем баночку со всех сторон углями чтобы она очень хорошо прогрелась и оставляем на какое-то время со всех сторон после того как скорлупа хорошо прогрелась в этот раз видно что очень много белого цвета это не то первоначальный цвет скорлупы который он был в начале при нагревании скорлупа становится черного цвета и далее при более сильном нагревании она становится такого белого матового цвета если смешать ее с водой она растворится что мы и сделаем я перри толку хорошо мелко-мелко ее толкушкой и далее далее мешая с водой баночка к сожалению продрявилась и рассыпалась много до скорлупы но зато здесь хорошо видно что вот это вот белого цвета скорлупа такого цвета именно золы березовой до похожие по цвету или тоже маленько к извести напоминающий она уже практически готова то есть это можно сказать известь черная это еще не готовая еще не хватило ей нагревание но ее очень мало то в основном белая поэтому сейчас я все переложу это другую баночку взял еще одну старую нашел в колду размешаю перетолку мелко получилось вот такая вот как зова скорлупа напомню здесь нет ни грамма залы древесной то или углы какой-либо еще это только одна яичная скорлупа обожженная так теперь добавляем соль хорошо перемешиваем и добавляем водички чуть-чуть по чуть-чуть помаленечку заранее конечно же мы смачиваем поверхность это лучше делать не на раскаленной плите заранее да сейчас она раскаленная это моментально испаряется лучше заранее смочить от пыли перед тем как будем делать это все то же самое все эти места которые собираемся замазать а потом уже когда нагреется делаем раствор можно спокойно замазывать стараемся хорошо в щели туда запихать поглубже сразу же пока она не схватилась она плавится скрепляется с металлом очень очень просто что потом отодрать будет невозможно поэтому стараемся быстренько это все делать обратно на место безотходное производство да хотел напомнить еще о том что данный раствор мы делаем только на раскаленную плиту то есть на горячую на холодную у вас ничего не получится потому что данное вещество до данная замазка она плавится только на раскалена раскаленным металлом я не знаю что будет кирпичом сейчас вот как раз проверю получится или нет я думаю должно получиться но с металлом хорошо получается покойника замазом и на первом этапе именно на первом этапе у нас есть возможность разгладить это все мы разглаживаем пока она не сильно затвердила она быстро твердеет разглаживаем выравниваем потому что если мы сделаем кучи неровности и потом она затвердеет это будет сложно потом убрать она схватится и будут как очень твердый камень например гранит вот типа такого камня будет настолько сложно его потом будет убрать поэтому на первом этапе быстренько разглаживаем ровненько делаем все тут у тут да и это конечно же не сравнимо с новой плитой да конечно если вы есть возможность лучше заменить новую плиту или например у меня допустим было так что прогорелась духовка зимой нет возможности да вот у многих людей да такое тоже может случиться поэтому быстренько замазали раз 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 и все то есть и нам на сезон на на зиму до спокойненько все этого хватит летом уже можно поменять если есть возможность опять же то есть хороший думаю выход из положения данная замазка помните я делал здесь замазывал у меня недельку продержалась римским раствором другим раствором это же раствор держится намного дольше несколько месяцев спокойно без проблем полностью несмотря на то что постоянно топим так что данное средство очень хорошее давайте сейчас проверю как будет с кирпичом металлом очень хорошо она действует с кирпичом еще не проверял час и проверим вот в этом месте замажу да действительно получилось раствор стал очень крепким прочным и это несмотря на то что он еще пока не до конца затвердил потому что видите темного цвета а потом станет такого белого и тогда будет вообще твердый как камень потом будет вообще его нет трать поэтому можно спокойненько штукатурить и внутри топки те места где например он может быть кирпич прогорает спокойненько заштукатурили и на какое-то время вам хватит этого он очень крепко сцепляется также с кирпичом не только с металлом хотя с металлом больше чем больше нагрев тем лучше происходит сцепление на самой плите смотрите я сразу делал получилось так ровненько сладенько особенно если это забелить вообще не подумаешь что здесь щели также можно сделать и с духовкой спокойненько заделали щель в духовке и спокойненько зиму можете протопить то в таком состоянии надеюсь мое изобретение поможет людям в том чтобы решить их проблему с ремонтом печи да конечно же данная замазка она не заменит замену скажем плиты или же например сварку да если духовка прогорела лучше конечно сварить заварить ее это тогда хватит и духовки на несколько лет а так только на отопительный сезон но тем не менее когда нету денег когда нет возможности нанять печника или сварщика у людей есть возможность самим замазать до данной замазкой и спокойненько пережить зиму без проблем поэтому спасибо вам за то что делитесь моими видео с людьми как можно большим количеством людей также прошу вас поделиться этим видео чтобы люди знали о данной замазки до которая может помочь им помочь может ни одному человеку спасибо также вам за ваши комментарии за оценки то что подписывайтесь на мои каналы не только в ю тубе но также мой основной канал яндекс цене как сделать просто своими руками ну а с вами я здесь не прощаюсь до скорой встречи